Ну, такой вот завершающий, псевдофилософский такой вот. Послушайте, что расскажу. Ха-ха, ха-ха, такая вокруг чепуха. Однажды китайские кули решили глотнуть первача. Вы скажете мне, ну и что же, но вы не рубите с плеча. Как только та куля глотнула, коньки отлетели у ей. О, вот видите, даже в июле в Китае играют хоккей. Ха-ха, ха-ха, такая вокруг чепуха. Однажды японцы хотели разбить силикатный кирпич. Потели, но через неделю японцев разбил паралич. Не знали кассые ребята, что этот простой булыган Оружие пролетарьята, и только лишь нам по зубам. Ха-ха, ха-ха, такая вокруг чепуха. Однажды французский дурило, решил нашу даму обнять. Но рук у него не хватило, и сразу сломалась кровать. В больнице вися на резинах, в истерике бился чудак. Кричал, что пустые магазины, а с голоду пухнут не так. Ха-ха, ха-ха, такая вокруг чепуха. Однажды швейцарец со шведом приехали в Нижний Тагил. И город рабочий к обеду приезжих уже хранил. Швейцарец со шведом дышали всего 18 минут. Вообще-то у нас на Урале железные люди живут. Ха-ха, ха-ха, такая вокруг чепуха. Однажды сама коза Ностера приехала издалека. Здесь Ностри настукали в Ноздри, а козе отшибли рога. Мне нравятся эти разоборки на классовом фронте бои. Не надо нам мафии заморских, у нас есть них уж свои. Ха-ха, ха-ха, плесни и прамы потроха. Однажды в районе вокзала Джеймс Бонду наш кореш подсел. Сказал 007, это мало, и вытащил три по 07. Откушавши дозу слоновью, агент позабыл все дела. Ушел из России с любовью, а также в чем мать, а родила. Ха-ха, ха-ха, такая вокруг чепуха. Вообще-то подобные шутки о странностях нынешних дней. Я мог бы рассказывать сутки, но надо быть в жизни скромней. Спасибо, друзья, за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok